Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем читать сказку, которую написал Константин Георгиевич Паустовский, один из самых известных писателей XX века. Еще ваши дедушки и бабушки с детства полюбили его произведения, которые одинаково интересны и детям, и взрослым. Сам писатель говорил о своем творчестве. Думать, что твои писания могут изменить к лучшему жизнь, наивно. Но писать без веры невозможно. Благодаря этой вере все повести и рассказы, и сказки Паустовского направляют и поворачивают душу читателя всегда только в одну сторону – в сторону добра. Вот и теплый хлеб – именно такая мудрая и добрая сказка. Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая уделами. Коня взял к себе мельник Панкрат и вылечил его. Теперь конь терпеливо возил глину, навоз и жерди, помогал Панкрату чинить плотину. Мельнику трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам, побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы или черстого хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь, раненый, пострадал от врага. Жил в бережках со своей бабкой мальчик Филька. Он был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал «Да ну тебя! Надоело!» Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились лединки. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя!» – крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал. «На вас не напасешься, на хресторатников! Вон твой хлеб! Иди копай его мордой из-под снега!» Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл и засвистел пронзительный ветер. Вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца, так уже мило кругом их листало в глаза. Филька вскочил, наконец, в избу. Редела, обезумев метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. Бабка плача сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы, и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха. Он забрался на печь, укрыл сут улупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки. «Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз», говорила бабка. «Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы». «От чего же стрясся тот мороз?» спросил Филька. «От злобы людской», ответила бабка. «Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин злой мужик, возьми и дай ему черствую корку». И то не дал в руки, а швырнул на пол, говорит, «Вот тебе, жуй!» «Мне хлеб с пола поднять невозможно», говорит солдат. «У меня вместо ноги деревяшка». «Ничего, разве уже голодный подымешь?» засмеялся мужик. Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И злой тот мужик помер. «А чего же он помер?» хрипло спросил Филька. «От охлаждения сердца», ответила бабка. Помолчала и добавила. «Знать и нынче завелся в бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз». «Чего же теперь делать, бабка?» спросил Филька из-под тулупа. «Неужто помирать?» «Зачем помирать?» «Надеяться надо, что поправит дурной человек свое злодейство». «А как его исправить?» спросил схлиповая Филька. «А об этом знает Панкрат, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо». Ночью Филька слез с печи, запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Казалось, воздух замерз, и между землей и луной осталась одна пустота, жгучая и ясная. Черные ивы около мельничной плотины посидели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька ухнул, присел от страха на корточке, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. «Садись к печке», сказал он. «Рассказывай, пока не замерз». Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз. «Да», вздохнул Панкрат, «плохо твое дело. Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что?» Филька сопел, вытирал рукавом глаза. «Ты брось реветь», строго сказал Панкрат. «Реветь мы все мастера. Мельница моя стоит, как запаянная морозом. Муки нет, воды нет». «Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат?» спросил Филька. «Изобрести спасение от стужи, тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью тоже. Будешь ты чистый человек, веселый, каждый тебя по плечу потреплет и простит». «Понятно?» «Понятно», ответил упавшим голосом Филька. «Ну вот и думай, даю тебе сроку час с четвертью». Здесь мы сегодня остановимся. Вам, конечно, интересно, чем же закончится сказка писателя Константина Паустовского «Теплый хлеб». Придумает ли виновник всех бед Филька как исправить дело? Подождите до завтра, и вы все узнаете. Ангелы вам хранители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!